В Алматы сегодня прибыли уникальные православные реликвии. Это молчаливые свидетели библейских событий, частицы с гроба Господня, а также фрагмент хитонов, который по преданию заворачивали умершего Иисуса. Перед Пасхой их доставили в Вознесенский собор. Аскар Мендебаев один из первых прикоснулся к православной святыне. Фрагмент гроба Господня, который находится в Иерусалиме, теперь займет почетное место в Свято-Вознесенском соборе Алматы. Это уникальный, не имеющий ценности камень, когда-то был частью усыпальницы Христа. По преданию Иисуса распяли, в камне высекли могилу и погребли, а на третий день Он вознесся на небеса. Праздник Пасхи, который христиане будут отмечать через два дня, символизирует именно это чудесное воскрешение. Переговоров владыки митрополита нашего Александра приобрести для православной церкви Казахстана вот эту святыню. Значение ее, конечно, нельзя недооценить в том смысле, что гроб Господня – это самый главный храм христианского мира всего. Одна из величайших святынь христианства возведена в Иерусалиме, на месте, где и происходили главные библейские события. Первая церковь на этом месте была построена в 335 году матерью императора Константина Великого Еленой. За многовековую историю Иерусалима храм неоднократно разрушался и перестраивался. В том виде, в котором он существует сейчас, он был отстроен в 1810 году после огромного пожара. На подаренном камне выполнено иконописное изображение. Вместе с камнем в Алма-Атинский храм прибыли фрагмент гвоздя, которым распяли мученика, а также кусок ткани, в которой погребли Иисуса. Сегодня впервые реликвии были представлены прихожанам на вечерней службе. Теперь эти ценности будут находиться здесь всегда. Известно, что эти предметы обладают и чудодейственными силами. Нужно отметить, что в Алматы это не единственные святыни, представляющие не только религиозную, но и историческую ценность. Еще одна уникальная реликвия Алматинского Вознесенского собора. Это икона Федоровской Божьей Матери. Была привезена она с Костромского Ипатьевского монастыря. Уникальность ее в том, что она благословляла на царствование первых царей династии Романовых. Перед ней также молились перед войнами, и также икона исцеляет от различных болезней.